И страдая от ноющих ран Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом Это подвиг героев Курской дуги Это штурм Берлина Это память сердца всего народа Отдать дань памяти героически павшим на фронтах Всем защищавшим родную землю Наш гражданский долг Уважаемые взрослые, сегодня у нас первый день Традиционного конкурса театральной подмостки И тем замечательнее, что он, весь конкурс посвящен Такой замечательной дате, 70 лет Великой Победы И сегодня, в первый день, мы посмотрим Те композиции, отрывки и спектакли Которые вы приготовили именно на эту тему Это день российское правительство Появило днем воинской славы России Это день полного освобождения Ленинграда от Благады 1 февраля, день освобождения Кимкосепа Немецких оккупантов Наша встреча посвящена всем Ленинградцам и Кимкосепцам Пережившим страшные дни, блокады и оккупаций И тем, кто погиб, защищая семью, город и страну Старые друзья, я вас узнаю Беспокойную юность свою Ко мне пришла подруга Не плачу, рассказала, что вчера Единственного сохранила друга И мы молчали с ней до утра Какие ж я могла найти слова Я тоже дневнградская вдова Помимо голода, пока дневнград атаковали и другие песни Морозный зима Порой стопы в термометр опускался до минус сорока градусов Закончилось топливо Замерзли водопроводные трубы Город достался без света и питьевой воды Заварка сосновой твоей Это все ничего Только руки не имеют Только ноги становятся вдруг не твои Только сердце внезапно сожмется, как ежик И глухие удары пойдут не в повад Ах, какой он был мягкий, какой он был хороший Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший Отчего ж он вкуснее, чем сегодняшний пряник Хлеб и затхлые руки пополам с утрубями На всем ходу машина задняя села Шофер скачил, шофер на льду Но так и есть, мотор заела Ремонт на пять минут, пустяк Поломка эта, не угроза Дорог не разогнуть никак Их на руле свело морозом Эх, Ладога, родная Ладога Метели шторм и грозная волна Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа Пусть ветер Ладоги поведает народу Коплетом баржу за баржой Грузили мы и в шторм в непогоду Забыв про отдых и покой Эх, Ладога, родная Ладога Метели шторм и грозная волна Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа Только не поют Не потому, что с нами не хотят А потому, что мертвые молчат Мы их не слышим Мы не видим их Но мертвые всегда среди живых Идут и смотрят Будто ждут ответ Ты этой жизни стоишь или нет? На свет я появилась в день победы Небо было мирным надо мной А мир для нас добыли наши деды Кровавой, немыслимой ценой Из года сорок первого с боями Шагали деды сорок пятый год Окрасил кровь и обмыл слезами Военные дороги наш народ Эх, дороги и до дула Молода тревоги Костяк новых моря Быстрый утряне Город души Эх, Бардога, родная Бардога И через что мы грозная волна Недаром, Бардога, родная Дорогой жизни Хоть у нас подал А молодой Командирам И смесь пробитых Освещаем всем генералам Всем полковникам Всем подполковникам Всем майорам Всем капитанам Всем лейтенантам Всем старшинам Всем сержантам Всем рядовым Все изменилось Немецкая земля Откуда все началось Ей-богу Не верить Что вот этот вот, например, дядя С виду добродушных Мограть хай И стрелять Или вешать Да Вот так штука же Какое-то предчувствие Интересно В какие западногерманские руки попадут? Господин Никитин Если не ошибаюсь Добрый день, госпожа Гербер Да, я Никитин Как вы меня узнали? Да-да, господин Никитин Я Эмма Гербер Я узнала вас по фотографии Из ваших книг Мы так долго ждали вас Что же потеряли в частной надежде Дорогие друзья Позвольте представить вам Господина Никитина Писателя из Москвы Автора нашумевшего романа Дорога назад Вы что-то хотели мне сообщить? Вам знал этот дом, Кеннис-Дор? Господин Никитин Вы его немного помните? Кеннис-Дор Предминистрация всей семьи Это наш дом Это весны мы вовремя двоих Дом? Я кричал До свидания, Эмма Мы стояли там Усосин И до нас насили с голоса солдат Товарищ лейтенант Поехали А вы все повторяли Одну единственную фразу Их ли беден Руси-шен-офицер Их ли беден Вадим Это были вы? Однажды Когда надежда и кажется Совсем покинула меня Мне в руки попала Полость Вадима Никитина Дорога назад Наверное Это одно фамилия Нет В книге нашла эпизод Про немецкую девушку Которую спас русский лейтенант Сомнений больше нет Боже мой Эмма Как же вы жили? Все эти годы Света Мы проговорили всю ночь Пошли в 6 утра Вам нужно спешить Жить можно Второй взвод Располагайтесь пока в этом доме Где ваш лейтенант? В штари Ну значит скоро будет За старшего остается сержанта Али Есть Таткин Тебе на пост включить Становись в первой сменой Побриться-то можно? Можно Весна Весна Весна, конечно И война Кончается Что не забудешь Темнее что-то Я туда А там машина штабная Разбитая вдрыж Солнце Там Броши полно Ну вот я и думаю Никаких магазинов торговли Вы слышите межение? А ну говори Зачем Пробралась Планшетку с картами Планшетку с картами стащить хотела А ну говори Роженыш Приехали Говорят Какая у тебя планшетка Ерунду говорите Планшетка всегда со мной Отпустите ее рукам Говорю Что вы отцепились Девчонки? Держи! Месяц назад Мальчишку взяли Вербой Но бояка не участвовал Вернулся домой Не участвовал? Говори Звереныш Знай Из кого я нашла книг Ты одного Ах ты сосунов Немец Хандехов Чертова семя Чекаемся мы с ними А что вы они с нами сделали Если бы мы выходят показать? А ну дострелю Войдем на жизнь Отставить Успокойся Смежение Совершенно ясно Что эти немцы Хозяева дома Значит пусть уходят Или остаются Могу я потерю? Могу я поцеловать Вашу руку? Я Я Товарищ лейтенант Товарищ лейтенант Герман Пока это Спрячься сюда Зажим Данки-данки Прошу Товарищ лейтенант Снимаемся Пришел приказ Срочно следуюсь в Гамбур Собирайтесь Товарищ лейтенант Городок Провинцы рады Летняя жара На площадке Товарищ лейтенант Городок Супра Приказ Народного комиссара Обороны СССР От 23 августа 1941 года Всем лицам Немедленно сдать Радиоприемники На пункты хранения Кроме Репродукторов Проводного Обещания Молчать Молчать Фюрер подтверждает свое решение Что капитуляция Ленинграда Будет ответ Оставить небольшие Неположно закрытые проходы Всем ленинградцам Молчать Тишина Тишина, тишина, тишина. Но радио создало метроном, Звучащий пульс города. Шестьдесят ударов в минуту, Это значит, что в городе все спокойно. Давно не молящийся Богу, Иконку в благое молчание Мне мать подарила в дорогах. Любить не то, чтобы Бог, А всем землю, что дал Бог, Что не есть в тебе. Так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на нашей земле. Думаю, только что вы при них были, Хлебные стоки, скирты, Доконные топоны. Перенимали, черт знает какие, Басурманские обычаи, Внушаются языком своим. Но в прошлый раз вы появились из темного в глаза очагу. Да, я такая выдумщица. Но лучше давай поговорим о тебе. Я не спрашиваю тебя, дорогая, как ты живешь. Тебя видели сегодня? Двадцать четыре раза. И из них напрасно. Двадцать четыре раза. Ты заслужила погвалы. Триста триста три раза. Все еще не можешь привыкнуть к тому, Как легко я меняюсь. Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Дорогая плесная, У вороту свадьбы стоит великолепная карета. И я должна быть вам позже ехать. Подожди, глубинка. Ну как можно ехать в карете без коней и кучера? Ой, ступай-ка лучше, золушка. Кладовую. Ну как можно ехать на бал в таком платье? Неужели это мне? Это принесет тебе счастье? Простите, я не волшебный. Я еще только учусь. Но позвольте мне сказать несколько слов. Выслушайте меня. Давай послушаем его. Хороший мальчик. От кучи ртлюзий, а карета тыкнул. Хорошо, я твердо запомню это. Фея беззвучно поднялась на крышу, Включила все звезды, становится тише. Немного волнуюсь, смахнула руками, И чудо уже появляется с нами. Розы качают своими головками, Принцы и золушки кружатся. Вот они, ночь наступая волшебною сказкой, Ляжет в ладошку твой сон нежный, ласковый. Каждому коллективу удалось перестать страницы истории Великой Отечественной войны. Причем станички были очень красиво подготовлены вами. Большое вам спасибо. По нашему положению с этого года Мы ввели такую возможность Смотреть целостный спектакль, Если он большой, В том учреждении, которое показывает. Поэтому члены жюри Смотрели этот спектакль в пятой школе Полностью в декорациях, Во всех костюмах от начала до конца. А сегодня по нашему положению О конкурсе был представлен только отрывок. Поэтому для меня тоже финал был слишком быстрым. Мы, конечно, хотели увидеть Золушку во всей красе. Но я думаю, что пятая школа этот спектакль еще покажет Как-нибудь на своей сцене И пригласит всех остальных школьников, участников к себе. Он был шопер на счетово. Если бы мои желания совпадали с моими возможностями, Я предложил вместо этой убогой чуланки Лучший номер в гостинице Москва. Намести порядок И выйдет очень даже ничего. После блинажа в гостинице Номер было бы слишком контрастно, я бы сказал. Странно. Даже замок есть. Короче, едва только взвод принял. Пошли в атаку. Я, как тот политрук на фотографии, Руку с тэдэшкой вверх И вперед за родину Лицевская мина клопнула. Поначалу, вроде, не почувствовал. Бегу, а ну, бойцов подгоняй. А бойцов подгонять не надо. Кто на тебя посмотрит? Как рванет. Не то, что там братьям знамя. А критиков окопы метежком сидят. А из всех столов по нам шмаляю. Как по барабану. Я уже потом понял починиться. Короче, выгоди из окопов критиков. А я тут на ручку свою посмотрел. Как то, что от нее осталось. Дергается, кровь в плечи. Если бы неправы, От локтя сантиметров 10. Не надо завидовать, Вася. Завидовать не хорошо. Зависть, плохое чувство. Нашу группу еще под Гальковичами В воздухе расстреляли. Что-то и мне в голову привлетело. Шлемофон спас. Но, как то дело в питание. Если тяжело рассказывать, то рассказывай. При мне Галкуман похвастался. Рацию тоже начали. У меня ведь только батареи были. А рация у старшего сержанта Рага Бориева. Вечная память и земля тупы. Вася, ты комсомолец? Ну да, честно, я комсомольская. Бога стало жить неверно. Само собой. А я вот комсомолка. Иногда думаю, живых останутся только потому, что он есть. И еще. Когда я рассказала тебе про то, от чего я просыпаюсь, хочешь узнать, что мне снова за сны помогает? Как увижу, как Галкуман возле старой намозной кучи валяется. Спиной вверху. Галюфе на интересном месте мокрые. Голова вывернута, потому что шею белыми проткнули. Так спокойно на душе. Сразу засыпаю. Ваш нового спитания. Петр Семенович Аркад. Кличка Камана. Ему всего 15 лет. Полный сирота. С малолетки досрочно отпустили. Хотя я думал, что не отпустил. Ограбление с покушением на университет. Ему до 16 всего 2 месяца осталось. Если бы не досрочно, я на взрослую зону бы загремел. Встать. Что? Встать, я сказал. Слушай, сюда. Я тебе говорю, у тебя еще есть уник. Или ты обращаешься к техническому персоналу. А что? И лично ко мне. На вы, и желательно по имени-отчеству. Либо я вызываю наряд. Начальничный. Ты же так. Ты еще можешь. Пусть я вас его выбрал. Извините. Нет. Я больше так не буду. Честно. Не пионец. Ну, накажите. Ну, накажите. В нем попозь. Ну, накажите. Катова. Что? Василий Петрович, и вас читаете? Ух, я гадкий, гадкий нехороший. Прекратите паясничать, Аркад. Ну, что ж. Начальничный. Наряд вызовет. Пейте, поверьте, подать. А, мол, вставление. Наши женщины. Парк. 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 Они не ходят у нас на друга. Лев, давай заноси. Лев, правее. Ставь на попах. Нет, что ты шпица ломаешь. Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково. Но потом Мишка стал меня пересмеивать. Ну чтоб он не думал то, что я сдавался, я поглажал, то столкнется еще огромный день. И потом к мешку поломок и застанал. Девке пять лет, а на сыске. Далее если с этим был снег, я на футболе кладу тебе был алкоголь. Как будто мне нужно желать, что спали у меня мозга. Он араб. Девчонке нет, ну девчонке пять лет. Подумаешь, у меня тоже два зуба вывалилось и три шатаются. Но я же правильно говорю, смотри как надо. Не сыске, а хыкке. Я даже спеть могу. Эх, хыкачка моя зеленая, боюсь я, уколюсь я. Ну алена, она как-то кричит, она громко. Неправильно, ура, надо сыске, а ты берешь хыкке. Вот именно, не сыске, а хыкке. Сыске, хыкке, сыске. Глядя на них, я так проголодался, что пошел домой. Я остановился и сказал, никакие не хыкки, никакие не сыске, а коротко и ясно, хыкки. Вот еще. У глупых собачат за спиной веселые хвостики торчат. Даже озорные, драговые коты кверху сатирают рубаны и хвосты. Только я, несчастный, сирота. Полюс на гуляю без хвоста. Квоздик поскорее, к этому пришей. Да смеялся, добрый, добрый, айболит. Добрый, 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 добрый. Квоздик поскорее, добрый, 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 добрый. Добрый, добрый, добрый. Перед лобикой мишкой сидит. Клубы все на клубу уже глядят. Все на слайде не любят. Перед лобикой растутся. И не видят, не слышат охотников, что бегут по болотам собаками. Вот и взяли леного, голыми руками. Дядя не сезали, ну, шагами. О, вау! Отпишу тебе, боблино, мужики, нагрею шпину. Чтоб не хваталось, чтоб не важно. Поддержалась, хвать да хвать, Долобей, добрывать. Здравствуй, я. Здравствуй. Меня Аня зовут, ты разве не помнишь? Знаю, помню. Но сейчас мне не до этого. А что случилось? Видишь, мальчик сидит. Его кто-то обидел. Если несправедливо, клянусь, я этого не потерплю. А ты у меня остался один. Пожалей меня, миленький. Вчера хозяин вывал от меня за волоси. Я чесал шпандырек. За то, что я качала ихнего ребенка в люльке, в конечальности заснул. А на неделю хозяйка берела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. Она тела эту селедку, и ей на хайлю мне в морду начала тыкать. Я буду тебе табак тереть, Богу молиться. А если что, сеги меня, как ситровый хлопок. Ты слышала? Селедка в хайлю. Это как понять? Давай сначала познакомимся с ним. Здравствуй, мальчик. Это за что тебя селедкой в хайлю? Ой, в лицо. Я бы этого не выдержал. Я бы этой селедкой. Как забудьте о мальчике. Чехов может тебе помочь. Я, Ванька Шуков, помогите мне отправить это письмо моему дедушку. Больше никто не сможет его помочь. А кто про меня написал? Какие грустные рассказы. Вот, смотри, Антон Павлович Чехов. В этом году его исполнилось 155 лет. Вот это да. А в чем похалывай? В воскресном дне у вас, Сергей Кузьмич. Сел на мене со старухой чай пить. И хоть ложись и помирай. Хребнешь чуточку, и силы моя нету. Кроме того, что в самом зубе, так и всю эту сторону. Так и ломит, так и ломит. Выливать вам надо этот зуб, Ефим Михайлович. Вот только понимать надо. Без понятия нельзя. Один зуб нужно козьей ножкой рвать, другой щипцами, а третий ключом. Кому как. Да не хватай, отцы наши, свадь, до свидания. Дергай, дергай, дергай. Дергай, дергай. Дергай, дергай. Дергай, дергай. Дергай, дергай. Делать мне легкой. Тянул, чтоб я на том, так тянула. Благодарим покорно, или не умеешь рвать, так не берись. Ты думаешь, мужика, надо легко, а грудь вырывать. Это тебе не то, что на колокольне, встали, это колокольная лава, от карабанья. Надо не тянуть, а дергать. А учим ученого, эки, господин, мэр, не образовывайся. Сажали вас здесь, сажали вас здесь, мир, на нашем погиблии. Подвечешь ты усадь, за имени генерала Хопутова? Чего ж мне подвести? Черт знает, какая у тебя телега, не разберешь, где не зад, где перь. Что ж тут разбирать, где лошадиный хвост, там перь, где сидит ваша милость, там за. Это к ничьу дорогу поедем. То ею, как будто молодая, шустая, дай ей только разбежаться, так потом и не остановишься. Ты, милый, как тебя зовут? Нет, ты. Что ты? Как вот здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог, милый. Кому же шалят? Это хорошо, что не шалят. Но ведь ты худой, болезненный. А сил у меня, словно у быка. И от кого такая сила берется, не знаю. Возьмешь одной хвост, какую-нибудь здоровьему, пройдет тебя, и с тобой пнешь. Дабра. Не дай бог с тобой связаться. Как беспорядок, ваше благородие. По какому это случаю тут? Это ты зачем палец? Кто кричал? Дурь, ваше благородие. Никого не трогай. Это подлое. Мы с тобой ни сего западим. Это, ваше благородие, ни в законе нет, что потваритель, пущай мне заплатить. И этим пальцем я неделю не пошевелил. Генерал Ужигава, сними-ка, Елдерин с меня пальто. Ужас, как жарко. Одного только я не понимаю. Как такая собака могла учить? Она маленькая. Ах, где он какой здоровенный. Расковырял, небось, палец гвоздиком. Знаю вас, чертей. Да нет, это собака не генеральская. У него таких нет, у него все больше легавы. Ты это верно знаешь? Верно. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А это чертей, что? Ни шерсти, ни вида, подлость одна прочая. Ты в рыбе пострадал. И дело это так не оставляет. И спрашивать тут долго нечего. Она бродячая. Истребить, вот и все. Это генерала Брака, что на мездить приехал. Да разве братчица их не приехала? Ишь ты, господи. А я и не знал. Возьми собачку. Собачка ничего себе. Шустрая такая. За, вот этого, за пальцем. За место заплатил? Зачем? Чтобы торговать. Я не торгую. Я... А я, тетя Вера. Будем знакомы. А если не торгуюсь, чего тут? С пасаром покорчишь. Я должен исполнить две желания. Любые любые, потому что это же есть плохо. Ну, ты даешь. Ловко врешь. Ловко умеешь товар обтюхивать. А иди ко мне. Вместе торговать будем. Ну, живай скорее. Я желаю. Я желаю. Я не знаю. А посаде нам все можно? Кем? С тобой. Не положено. Я только исполняю. А с ним? Можно? С ним? Можно. Слушай, ты мне не посадишь, почему я не посаду. Птичка. Э, Анна. А почему ты не хочешь? Я должен исполнить две желания. Любые любые, потому что мы не стоим. А никто не задал. Никому ничего не нужно. А я так хочу исполнить желание вернуться домой. Лучше домой. Да. Это меня желание. Ну, желай скорее. Ангел, Ангел, прийти на меня. Я же говорю, птичка. Есть прекрасная сказка о дюймовочке. Ведь дюймовочка это просто мечта. Я по нему и пришла. Не посадишься с наградою. Горю возьмусь я помочь. Всем услужить вам, почтенная, рада я. Сына тебе или дочь? Девочку, крошечку, девочку. Крошечку? Что ж, поглядим. То непростое, волшебное семечко. В землю его посади. Все, что просила, исполнится. Низкий поклон вам. Прощай. Ваше добро возвратится вам в сторице. Буду нужна, навещай. Я посажу это зернышко в новый цветочный горшок. Ты появись, мое ядное солнышко. Ты расцвети. Ночью замуж выходишь. За нас! Квак, 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 Крошечка. Крошу тебя, я не видела, но улыбнись же, сгори, как твое имя Ельмопочка. Посторонись-ка с дороги, красавица. Видишь, припасы несу. Ишь, расчирикалась, что ты зимой запоешь. Весело я щепечу, что мне зима, только первый снег выпадет, я от него полечу. Старуха я добрая, здесь я живу и хозяйствую. На-ка, малышка, поешь, да поклонись и скажи благодарствую. Знай, не терплю я, не вешу. Дом у него с закромами, с подвалами, ох, и богато живет, мне хоть сейчас подвенец. Не-е-е-е, мне жены-то не надо, но... Это еще почему? Я вот сама замуж выскочить рада бы, так ведь стара не возьмут. А-а-а-с? Говорю, есть невеста, где мамочка? Как же я долго спала. Солнышко теплое, ясное, помнить меня обещать, как не хочу замуж, а награда, так что навеки прощать. Здравствуй, крошка прекрасна, вижу, опять ты грустишь, слезки венешь, как тучка ненастная, а я видела мышь. Мышь выдала замуж за Сливковой, старого, жадного, дядю Грота. Вся твои слезы промоклая, славный мактенчик родной. Я собираюсь лететь из страны теплой, так полетели со мной. И ты, полетели, каждый вашим делимой, я без славы за час. О, закрашайтесь, отдам без сомнений, жизнь без и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok